МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О том, как живет Альметьевск сегодня, вам расскажут корреспонденты информационной службы телекомпании Альметьевск ТВ в студии Эдуард Прокопьев. Смотрите сегодня. Лучшим из лучших по миллиону рублей в Татарстане завершился конкурс народных социальных проектов. В программу капитального ремонта этого года вошли 35 домов. Как идут работы, узнала наша съемочная группа. Конец вечному лету. Скоро альметьевцы переведут стрелки часов на зимнее время. В Татарстане завершился конкурс народных социальных проектов. Конкурс, организованный по инициативе партии «Единая Россия», проводится в Татарстане второй раз. В 2011 году победителями стали 15 проектов. Общий размер грантового фонда тогда составил 30 миллионов рублей. В этом году грантовый фонд был увеличен до 35 миллионов рублей. Размеры гранта для победителей конкурса до 1 миллиона рублей. Для лауреатов 580 тысяч рублей. На днях в столице республики наградили победители и лауреатов конкурса народных социальных проектов. В их числе были и альметьевцы. Весной, когда по инициативе Татарстанского регионального отделения во многих районах республики проводились Дни «Единой России», к активистам партии обращались люди с просьбами, предложениями, инициативами. Предложения жителей были собраны по всему Татарстану и переданы правительству, впоследствии объявившему конкурс народных социальных проектов. Идею поддержал президент республики Рустам Мениханов. Благодаря ему проект получил финансовую поддержку. Каждому муниципалитету была предоставлена возможность отобрать и представить на суд конкурсной комиссии два самых актуальных социальных проекта. Социализация и адаптация людей с ограниченными возможностями в обществе, возрождение и сохранение уникальных памятников, имеющих архитектурную и культурную ценность. Развитие сферы туризма, создание условий для проведения мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, восстановление родников, парков, детских площадок. На это и многое другое предлагали обратить особое внимание авторы проектов. Рабочая группа под руководством заместителя председателя госсовета Риммы Ратниковой провела ряд заседаний, на которых были рассмотрены представленные проекты и определены лучшие из них. Сертификаты на гранты вручили 10 лучшим проектам, а также 49 лауреатам. Им выделена сумма до 850 тысяч рублей. В число лауреатов вошел проект, презентованный Нефтеградом. Проект предусматривает оказание социально-психологической поддержки престарелым гражданам следующих социальных категорий. Это дети войны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Целью данного проекта также является привлечение внимания общественности, в том числе и молодежи, к проблемам социального одиночества престарелых граждан. 580 тысяч рублей получил Альмитевский проект «Дети войны». Его главными героями станут наши земляки, чье детство и юность пришлось на тяжелое военное время. Организатор проекта управления по делам детей и молодежи. Появляются возможности не только у престарелых граждан быть наиболее социально адаптированными, но еще появляются большие возможности у молодого поколения, потому что в рамках этого тесного взаимодействия старого поколения и нового поколения как раз отлаживается межкультурная, межвременная связь. Все работы по выигравшим проектам должны быть завершены до 1 октября этого года. Следить за ходом реализации будут Минэкономики Республики и активисты регионального отделения «Единая Россия». Елена Марданшина, Эдуард Прокопьев, Альмитевск ТВ. Народная мудрость гласит «Хлеб всему голова». Действительно, испокон звеков хлеб у всех народов является основным продуктом, необходимым для существования. Готовность техники к уборке урожая проверили накануне в Альмитевском районе. Подробности в следующем сюжете. Ежегодно в Альмитевском районе отмечают начало уборочных работ. Выставляют технику, а комбайнеры демонстрируют свои навыки и умения. Настоящий парад комбайнов в этом году состоялся в Новокаширском сельском поселении. На этой профессиональной встрече глава Альмитевского муниципального района Мазит Салихов, руководители сельскохозяйственных предприятий, главы сельских поселений и специалисты из других отраслей ознакомились с техникой, которая накормит жителей в предстоящем году. Мы официально даем старт уже к уборке урожая. И стало доброй традицией перед уборкой урожая мы проверяем готовность наших комбайнов. На самом деле это называется парад комбайнов. В этом году у нас в нашем районе будет задействовано 107 комбайнов. Из них 57 это высокотехнологичные. Фактически они все обеспечены на сегодняшний день механизаторами. И предстоит нам убрать в общей сложности 45 тысяч гектаров зерновых. Все комбайны укомплектованы огнетушителями. Здесь же была продемонстрирована их готовность к эксплуатации в случае крайней необходимости. Техника безопасности при уборке урожая одна из главных составляющих успешной работы. Специалисты сельского хозяйства обратили внимание на техническую исправность автовесов. Точные весы являются гарантией правильного подсчета и реализации производимой продукции. Специальный гость Дамир Халюлин, доцент кафедры машинооборудования в агробизнесе Аграрного университета, первый раз присутствовал на паразе комбайнов в Альметьевском районе. Но провел настоящий мастер-класс, продемонстрировал на практике правильную обработку полей и заметил некоторые особенности Альметьевского района. Зерно еще у нас не попадает до молотилки, а уже здесь есть потери. Небольшие, но этого достаточно. Этот год дождей не было, низкорослые. Яровые культуры, они все низкорослые. Вот ехал здесь, здесь очень много полей каменистых, то есть камней много. То есть это особое, вот на этом необходимо при работе внимание обратить, так как камни могут повредить комбайн, то есть камни-уловители необходимы время от времени осматривать и чистить. То есть есть свои нюансы. Глава района Мазид Салихов подчеркнул, что сегодня главная задача – это качественно и в срок организовать уборку урожая. К этому делу должны подключиться и главы сельских поселений. Уборочная кампания будет проходить под личным контролем головы района. При администрации района создан специальный штаб, который в ежедневном порядке будет контролировать ход работ и оперативно реагировать на возникающие трудности. Диана Интимирова, телекомпания Альметьевс ТВ. Необычный урожай был обнаружен в квартире 33-летнего жителя Альметьевска. В ходе оперативно-профилактической операции МАК-2014 сотрудники татарстанского наркоконтроля задержали мужчину, хранившего в своей квартире более килограмма марихуаны. Задержать злостного нарушителя закона удалось благодаря звонку, поступившему на телефон доверия районного отдела управления наркоконтроля Татарстана. Соседи сообщили наркополицейским о специфическом запахе химикатов, доносившемся из неблагополучной квартиры, а также о постоянных гостях-полуночниках. После ряда оперативных мероприятий наркополицейские установили, что мужчина действительно является наркопотребителем. Выяснилось, что более 15 лет он состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «пагубное употребление опиоидов» и находился в наркотическом опьянении даже во время задержания. За охранение наркотиков ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. В 2012 году задержанный уже был судим за аналогичные преступления Альмитевским городским судом и был приговорен к 3 годам условно, что также будет учитываться при вынесении нового приговора. Специалисты напоминают, что большую помощь наркополицейским оказывают сообщения от граждан, принятые на телефон доверия Федеральной службой по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Если вы располагаетесь сведениями о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, звоните по телефонам, которые вы видите на своих экранах, либо обращайтесь в интернет-приемную управления на сайте. Конфиденциальность информации гарантирована. К новостям от отдела ГИБДД 20 июля около 5 часов вечера в Альмитевском районе на 244-м километре автодороги Казань-Оренбург водитель автомобиля Черри А13, двигаясь со стороны Казани в направлении Альмитевска, в нарушении правил дорожного движения не выбрал скорость и дистанцию, обеспечивающую безопасность движения, и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ. В результате ДТВ пассажирка ВАЗ доставлена в лечебное учреждение с переломом челюсти. Сообщается также, что пассажир находилась на переднем пассажирском сидении, была пристегнута ремнем безопасности. В этот же день около 23 часов в Альмитевске на улице Герцена напротив дома номер 102 водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны улицы Сулеймановой в направлении улицы Фахредина, в нарушении пункта 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал для перехода проезжей части в неустановленном месте. Пешеход с ушибами различной степени тяжести, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением госпитализирован в нейрохирургическое отделение. К другой теме. На реализацию программы капитального ремонта жилых домов в этом году в Альмитевске будет направлено 267 миллионов рублей. Эта сумма сформирована из бюджета Российской Федерации, Республики Татарстан, Альмитевского муниципального района и средств жителей. Важно, чтобы деньги были потрачены максимально эффективно, а качество ремонта удовлетворило бы и население, и руководство муниципального района. Это было подчеркнуто на очередном заседании штаба по капремонту. Половина лета уже прошло, и потому сроки выполнения работ становятся все более сжатыми. Необходимо успеть сделать все запланированное, подчеркнул руководитель исполкома города Николай Богданчиков. На заседании штаба был проанализирован ход ремонта каждого дома, вошедшего в программу. Такие заседания проходят три раза в неделю, где обсуждается ход капремонта жилых домов района. По словам Николая Богданчикова, для успешной работы по капремонту 30% денежных средств выделены из районного бюджета. При сдаче форм и отчетности они незамедлительно перечисляются. В работе задержек быть не должно. Те предприятия, которые работают, они уже опытные и не первый год работают, что те задачи, которые мы первые годы ставили, и сегодняшние, это большая разница. Сегодня у нас с вами середина июля, но есть дома, где готовность более 90%. Более 90%, я думаю, что в ближайшее время, до 1 августа, они будут сданы. В 2014 году в программу капремонта вошли 35 жилых домов в 13 управляющих компаниях и в 3 ТСЖ. Закон Российской Федерации о капитальном ремонте в жилых многоквартирных домах вступил в силу с 1 января 2008 года. Программа будет действовать до 2043 года. Список вошедших в нее домов Альметьевска утвержден. Это 987 жилых домов. В рамках программы выполняется 12 видов основных работ. Это замена кровли, окон и дверей в местах общего пользования, система электроснабжения в подъездах, утепление и ремонт фасада, обшивка балконов, замена электропроводки, утепление чердачных перекрытий. В домах, где аварийные состояния, меняются и все инженерные сети. Дома по замене электропроводки выполнены в большинстве под 70-90%. В 10 домах завершены эти работы. Кровля в домах из 35 домов, мы во всех домах меняем кровлю, идет или на мягкой кровли, или скатной кровли. Практически тоже по 90% работы выполнены. Капитальному ремонту в жилых домах допускаются только проверенные предприятия, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке строительных работ. На сегодняшний день в капремонте участвуют те предприятия, которые себя зарекомендовали уже в процессе тех работ, которые проводили несколько лет. Появляются и новые предприятия. Где-то кто-то получает во время работы замечания, попадает в черный список, и мы их отсеиваем. А так вот у нас уже стабильно работают 20 предприятий, которые непосредственно уже работают не один год. Многих жителей интересует, по каким критериям определяется очередность проведения капремонта. Почему одни дома уже приобрели новый облик, а другие еще только поставлены в очередь? Дома в первую очередь определяются по износу. Есть комиссионные, сначала по заявочке поступает из управляющих компаний и ТСЖ, после этого комиссионные объезжаются, смотрятся и выбираются. Комиссия после поступления заявок из управляющих компаний обходит дома и составляет список, который утверждается главой района. Этот список отправляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. После постановления Кабинета министров готовый список печатается в СМИ. Когда перечень утвержден, идет подбор строительных предприятий, занимающихся капремонтом жилых домов. Конечно, прежде чем жильцы смогут оценить все плюсы капитального ремонта, им приходится столкнуться с массой неудобств. Явления это временные и неизбежные. Я хочу еще раз обратиться к нашим жителям, немножко терпения, потому что когда ведется капремонт, всегда есть неудобства проживания в этом доме, немножко потерпеть. Я думаю, что до середины августа основной поток работы мы завершим, до середины августа, и где-то к 1 сентября мы постараемся полностью завершить капремонт во всех жилых домах, во всех 35 жилых домах. После беседы с первым заместителем руководителей исполкома, наш корреспондент Амина Яникеева с представителями Департамента жилищной политики и ЖКХ ознакомилась с ходом капитального ремонта жилых домов. В этом году 35 жилых домов Альметьевска вошли в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Уже близится срок сдачи объектов. Осталось меньше месяца. Как подрядчики справляются с поставленной задачей по ремонту? Что сделано и что остается доделать? Довольны ли жители качеством проделанной работы? Мы решили в этом разобраться. Первый адрес Шевченко 108. К ремонту здесь приступили еще в феврале. К работам приступили где-то в феврале месяца. По замене мягкой воли на эту скатную сделали утепление чердака. Сейчас на данный момент утепляем фасад. Ну, процентов 10 оно осталось по фасаду. И по электрике процентов 10 тоже осталось поменять. Осталась топливная часть утеплить и по балкону, внутри балконов. Не возникнет проблем и с электричеством. Подрядчики установили светодиодные лампы. Подъезды полностью окрашены. Жильцы этого дома довольны результатом работы строителей. Чего не скажешь о жильцах дома, расположенного по адресу Белоглазово 143. Приборы учета в плачевном состоянии. Трещины на стенах. Остатки строительных материалов во дворе. Это картина, которую они наблюдают после проведения ремонта. Мне не нравится, как они делают. Следующая остановка Родищево 9. Тут полным ходом идут ремонтные работы по утеплению фасада. В планах в ближайшее время завяжет все виды работ. Замена мягкой кровли на скатную, утепление чердака, замена электрики, замена окон в подъездах, и утепление фасада, и покраска. Цвета фасада будут дымка, синий, оранжевый и красный. Бригада работы с 4 человек. Срок окончания 15 августа 2013 года. Жильцы этого дома довольно проделанной работой подрядчиков стройинженеринга. Я как жилец этого дома, Родищево 9, хочу сказать, что мне, например, нравится оформление теперешнего нашего дома. И красиво, красочно, стало более удобно. И внешнее оформление, и внутри нам электропроводки поменяли, сделали счетчики, щитки, очень хорошо оформили. Утепляют и фасад дома по адресу Родищево 5. На сегодняшний день мы провели работы по утеплению чердачных перекрытий, ремонту крови, обшивке балконов, заменили электрические инженерные сети. На данном этапе работаем на работах по утеплению фасады. Подведем итог. Во всех трех домах капитальный ремонт подходит к завершению. Осталось меньше месяца до сдачи домов. Срок – середина августа. Еще есть время для устранения замечаний жильцов. Амина Яникиева, Артур Максумов, Альметьевство. В Альметьевском районе реализуются практически все республиканские программы. Строятся сельские клубы, ветеринарные пункты, дома для участковых и полномоченных полиции. И сейчас, конечно, самое благоприятное время для этой работы. Как она продвигается, узнаете из следующего сюжета. Глава Альметьевского муниципального района Мазец Алихов ознакомился с ходом строительства социальных объектов в сельских поселениях. Первыми были осмотрены дома для участковых и полномоченных полиции в селах Калейкино и Маметьево. Строительство одного из них финансируется из республиканского бюджета, другого – из местного. Дома разделены на две части. Первая – это непосредственно офис участкового с отдельным входом. Вторая – трехкомнатная обустроенная квартира с мебелью. Жить и работать здесь будет удобно и комфортно. Кстати, приватизировать служебные квадратные метры не получится. И если участковый переведется на другую должность, он обязан сдать дом по акту, как это происходит у военных. Оплачивать коммунальные услуги за квартиру участковым предстоит из собственного кармана, а содержать опорный пункт будет отдел МВД. Сегодня в домах стражей порядка уже идут последние отделочные работы и сборка мебели, а также внешние благоустройства. По программе строительства сельских клубов в этом году уже заканчивают объект в Чупаево. Местный клуб рассчитан на 200 мест. Здесь расположится и деревенская почта, и библиотека. Благоустройство территории, отделка и закупка мебели будут финансироваться из местного бюджета. Если программа продлится, то следующий сельский клуб будет построен в новом Кашареве. В самом Альмитиске в этом августе тоже планируют открыть новостройки. В центре развития ребенка – планета детства в микрорайоне Ишлег. Уже ведутся отделочные работы. Остается лишь благоустроить территорию. А на поле чудес огородили территорию для строительства детского сада на 120 мест. Срок сдачи – конец 2014-го, начало 2015-го года. Марина Юрьевна, Альмитиск ТВ. Альмитисцы переведут часы на зимнее время. Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин. Так, в ночь на 26 октября жители Нефтеграда и всей страны переведут стрелки часов на один час назад. И больше к ним не прикоснуться. Напомним, об отмене зимнего времени в России объявил президент страны Дмитрий Медведев в феврале 2011 года. В ночь на 27 марта Россия перешла на летнее время, опережающее астрономическое на два часа. Дальнейшего перевода часов на зимнее время не осуществлялось. Между тем, новое время вызвало недовольство многих граждан. А медики не переставали говорить о вреде круглогодичного лета для самочувствия жителей. Так что новость об окончательном возврате зимнего времени вызвала одобрение большинства альмитевцев, соскучившихся по переводу стрелок часов. Хорошо было бы. Потому что очень рано встают дети и всегда темно. Пришли опять темно. Положительно. Положительно, да. Потому что, знаете, хоть и люди, хоть и животные, они привыкают к одному времени. А у нас то туда, то сюда. Это к одному времени положительно, да. Положительно, потому что, судя по прошлой зиме, я как будто жила в Англии. Все время темно, все даже темно. Не знаю. Очень быстро. Я, может, положительно. Что-то для нас особого значения не имеет. Ой, знаете, я вообще не сплю. Так что мне... Ну, детям, конечно, лучше на час побольше поспать. Я вот уже взрослая женщина. То время для нас было удобно. Потом некоторое время, вот два года мы так жили, или три даже, были неудобства. Надо было привыкать биологическое к этому перемену времени. Я хочу, чтобы оно вернулось на старую позицию. Хочется мне. Лично мне хочется. Знаете, я сказать определенного, что лучше. То так привыкаешь, то так привыкаешь. Не могу ничего сказать. Что будет, то будет. Лишь бы мир был. Да, у нас войны не было на нашей территории, понимаете. Так все вовремя зарплату получали, прочая работа была. Ну, и вот и все. В общем, такие пожелания. Телекомпания «Альмитиск ТВ» отправит в свадебное путешествие самую романтичную пару. Дорогие друзья, у вас недавно, а может быть очень давно, была свадьба. У вас есть красивые, трогательные, нежные, забавные свадебные фотографии. Спешите рассказать миру о своей любви. Присылайте фото на конкурс. Победа в нем позволит вам получить в качестве приза свадебное путешествие. Конкурс продлится с 14 июля по 20 сентября. Заявки принимаются до 1 августа. Заходите на наш сайт almetisgifisru.ru, читайте положения и отправляйте свои заявки и фотографии. на нашу электронную почту almetisgifisru.ru. Это все новости на сегодня. Смотрите выпуски наших программ также на официальном сайте телекомпании almetisg.ru. Узнавайте о важных событиях и интересных конкурсах в нашей группе ВКонтакте. Далее эфир канала продолжит прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин